Всем привет, с вами YouFDesign, наш второй новостной подкаст, мы решили побаловать вас еще раз. Меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Никита Тарасов. Всем привет. Да, обозреваем с вами вот прошедшую неделю, самый конец апреля, произошла куча важных вещей. Первое у нас новость про новый брекетс, про версию 0.38. Да, я уже снимал про него скринкасс, поэтому слово Никите, он лучше у меня разобрался. Я посмотрел скринкасс, я лучше разобрался, чем Александр. В общем, 0.38 спринт, в нем добавили наконец-то multiple cursors, или cursors, как правило. Cursors, да. Cursors. Вот. Ну, наконец-то все стало как в Sublime, теперь можно конкурировать по полной. Хотя тут еще есть и... Что тут есть? Тут гифки в блоге разработчиков. Это нет даже в Sublime, поэтому, в принципе, уже полный конкурент. Да, гифки. Ну, в принципе, все посмотрите в видео, которое приложено. Да, мы ссылку сейчас здесь, она сверху в вас здесь появится. Надо не забыть на этот раз ее приложить. Ну, и в описании тоже будет, подсказочки, все. Вот это, в общем, такое знаковое событие в мире брекетс. И тут еще одно знаковое событие есть. А, ну, еще знаковое событие, это то, что наконец-то убрали поддержку XP в брекетсах, поэтому, к сожалению, все теперь. Скорее всего, два файла по одному килобайту выпилили, какие-нибудь просто из корня, и все. Ну, просто это, наверное, и трибют к тому, что суперлюбимая операционная система миллиардов ушла. Ушла, да, поэтому минуты молчания почти. Ну, или просто... Просто хотя бы снесем с компьютера в домашних у родителей, да, поставьте висту хотя бы, мучиться дальше. Героев четвертых. Подожди, а, да. Следующей новостью, которой мы хотели бы остановиться, новый интерфейс Твиттера выкатили на прошлой неделе уже для всех. Он, на самом деле, еще месяц назад его начали включать для знаменитостей, типа Самуэля Джексона и других, и Роберта Вдауни-младших, который тоже недавно зарегистрировался в Твиттере. В общем, новый дизайн интерфейса выглядит примерно как Facebook. Вот тут первый пост был датирован 8 апреля, когда только еще анонсировали эту фичу. Мишель Абама. Ну, так... First lady. First lady. Она сразу обложку даже запилила себе вот такую большую с детишками. Ни одного белого ребенка. Но она там на каком-нибудь событии, скорее всего, связанном с детьми, поэтому... С черными детьми. Ну, то есть для нее просто с детьми, ты же сам понимаешь. Она не знает, что другие бывают. И где Украина, тоже она не знает. Поэтому, в принципе, да. Тут можно пинить твиты, то есть, пинить, прикреплять твиты, которые хотели бы мы-мы-мы. И вообще там показывают, в какой момент вы зарегистрировались твиты. Это какой-то ченнинг, татум. У него на обложке что-то. Люди в очках. Ну, это, скорее всего, это музыкант. Я думаю, актер. Actor and producer. Я могу увидеть здесь очень пиксельная картинка. Follow on Instagram. Люди, которые пишут на твиттере, а фотографии выкладывают на инстаграм. Для них в Аду отдельная комната отведена, потому что твиттер и так очень круто фотки выкладывают. Не знаю, зачем. Ну, лайкали у них там? Ну, там своя атмосфера, своя инфраструктура, но тем не менее, мне почему-то кажется, что они прямые конкуренты. Это как минимум абсурд. В общем, обновили. Обновили 20. Какого второго? Еле дошкрябало домой. Зима, пурга, поэтому... У нас в Челябинске. Да, у нас в Челябинске сильная вообще зима, поэтому я вам сейчас даже попробую показать. У нас минус 3 и снежные ливни, поэтому да. Вообще, конечно, вот какого тут получается? 22-го числа выкатили для всех, поэтому я прям даже не примену... Ой, не то. Показать? Пока я прям хочу, да. Давай. Долго. Мы не подготовились, да, на себе. Вот тут обложечка, аватарка. С октября 2009-го сайт, местоположение, последние медиа, прикрепленный твит. Вот он обозначен над надписью, близкие по духу, актуальные темы, бла-бла-бла. В общем, все то же самое, но побольше всяких вот таких вот мета-данных из Джейсона за это, как это сказать, запрошено и выведено. Все очень красиво. Короче, нам нравится, в принципе, новый стиль. Да, несмотря на то, что он не адаптивный. Для этого приложение есть. Нет, для этого, ладно, есть приложение. Для этого есть m.twitter.com. Mobile. И он... Бо-или. Мо- Байл. И он беспонтовый. Он выглядит просто как говно какое-то. Поэтому давайте даже не будем об этом говорить. Да. И... А вот причем, когда вы еще не обновили свой профиль, то он по-старому по-прежнему показывается. Мне все никак руки не дошли обновить твиттер его дизайна. Кстати, подписывайтесь. Когда вы будете подписываться, он уже обновленный будет. Так что да. Я надеюсь. Да. Вот так выглядит старый. И показывали, как выглядит... Да, да. Закрываем эти вкладочки. Следующей темой у нас будет, наверное, WordPress вышедший, да? 3.9. Версия WordPress, которая в честь джазового органиста Джимми Смита названа. Черного парня. Ну, естественно, джазовый же. Джазовый. Мишель Обама, скорее всего, следующий фотографий будет с джазовыми органистами. Хотя, я не знаю, он жив. Возможно, нет, ему быть лимой, это не круто. Да, он, к сожалению, умер в 2005-м, поэтому все, нельзя. Но, зато, наверное, делал крутую музыку. Ну что, нового, куча нового всего в 3.9 WordPress. Я перебью. Еще новое то, что нужен флеш очень сильно, чтобы видео смотреть, поэтому это хай-тек прям. Да, но мы-то можем без видео. Мы уже смотрели новый WordPress 3.9. Поменялся... Поменялся редактор немного. Теперь картинки можно просто переносить драк-н-дропом, насколько я помню. Вот тут есть. Просто редактировать их в окне. То есть, очень большая работа с медиа. С медиабиблиотекой вот дальше будет. Как выглядит галерея. Я даже думаю, я обзор запишу, может быть, на следующей неделе покажу, чего кого, накачу пустой WordPress и попробую немного там попередвигать что-нибудь. Пишите в комментариях, если вам это интересно, я еще не успею заснять. И даже если неинтересно, пишите все. И дизлайкать обязательно. В прошлый раз Никита сказал дизлайкать. До два дизлайка я не люблю его до сих пор. Ну вот, кроме этого, добавили аудио и видео. Ну, аудио-плейлисты точно, а да и видео-плейлисты тоже. Вот можно добавить прям свой. Записал и сразу хоп и положил. Подкасты можно будет сохранить там на одной странице все. И никто не будет слушать все равно, потому что на YouTube удобнее. Ну, да. Вот живое редактирование виджетов, наконец-то. Всегда было лениво заходить на страницу виджетов и в новой странице открывать главную и смотреть, как у тебя это будет выглядеть после перезагрузки страницы. В общем, улучшили немного этот экспириенс. Ну да, в общем, в обзоре все будет очень круто видно. И, кстати говоря, Никита тут хотел вам показать еще тему, которая выглядит точ-в-точек как новый интерфейс Twitter'а для WordPress. Мы сейчас ее попробуем много гуглить, мы не подготовились, я только что об этом вспомнил. Ну, я хотел показать все равно. Она как-то... А, я знаю, где я это видел. Поэтому вообще... На нашем любимом ресурсе. Вп.Таверн. Там пишут очень, кстати, много полезных статей. Так много, что мы даже еле проскроллили. Это 23-го числа. Твит-аркайв называется эта тема. Напоминает GitHub. Ну, как напоминает? Ну, скорее всего, они... Оно все сразу напоминает. Еще напоминает беспонтовый дизайн со стойными шрифтами. Вы сами видите. Зато тут двигается. Анимация. Я просто... Я просто... Мне принципиально важно теперь узнать, какой. Гильветика Ной, между прочим. Но начертание такое жирное. Болт, да. Поэтому оно выглядит отвратительно. Хотя, кого я обманываю? Гильветика Ной и так выглядит отвратительно. Поэтому мы цитаты с ней и делаем. В общем, следующее, на чем хотели бы мы остановиться. Если вы следите за нашим пабликом, то там недавно прошла новость про то, что создатели Bourbon, фреймворка для... Бурбона. Да, Бурбона. Фреймворка для SAS выкатили новый аддон поверх него Refills. Я сейчас вкратце остановлюсь на Бурбоне. Пишите в комментариях, если хотите, чтобы на него был обзор. Потому что я сильно не хочу. Он мне не нравится. Мне компас нравится намного больше. Но он... Вдруг? Ну, во-первых, вдруг. А во-вторых, ну он такой, типа, красивенький. Он такой хипстерский весь. Компас, он беспонтовый. Я напомню, как это выглядит. О, я помню. Там все такое стивоморфно. Там прям все такое... Ух ты! Сразу какой-то... Я думал, я выключу сайт просто и все. А ты подсветлил? Ну, уже лучше. Хотя все равно по 90. Но, тем не менее, библиотека очень мощная и понтовая. А Бурбон, он весь такой красивый. Ну-ка. Он весь даже и адаптивный, да. Тут даже, смотри, здесь подсказочки стали снизу, а были справа. Гениально. Они, правда, упали все, но это уже из-за того, что мы слишком тут... Докапываемся. Двигаем, да. В общем, Бебон — это библиотека миксинов. Если мы откроем документацию, посмотрим. Тут всякие анимации, работа со шрифтами. Кстати, вертикального ритма я здесь не нашел. Возможно, плохо искал. Пишите, опять же, в комментариях. Но вот я прям, правда, вчера потратил даже секунд 50, не нашел. Флексбокс, все есть. Но гридов не было в изначальном релизе Бебона. Поэтому к нему добавили нит. Это небольшая система с гридами, вот она такая, как обычно. Любые колоночки, их можно смещать, менять местами, по медиазапросам менять. Это все сколько угодно. Все стильно выглядит. Ну, они поставили... Вообще-то, конечно, это в основном команда дизайнеров. Thoughtbot, вот они. Разработчики у них так поскольку-поскольку. Но причем, возможно, я даже их сейчас и обидел. Но тем не менее. Они занимаются платформой EDX. Кто не в курсе? Это такие онлайн образовательная платформа, да. С курсами по физике из всяких массачусетских, Гарвардов, Ейлов и так далее. В общем, если хотите быть умными, проходим все курсы. Как мы. Да, проходим все курсы и будете паять сидеть. Да, и в Linux потом. В общем, свитера выдают. Прямо после этого бороды сразу отрастают по полной. И все, начинаете вонять прям автоматически. Как мы. Как мы, да, опять же. Bitters это такие небольшие компоненты, что касается типографии, таблиц. В общем, очень базовая штука для Беба-Ноже. Сумаска даже пришла. Refills это большой пак компонентов наподобие Startup Framework. Хотя, как это сказать, сравнивать-то их, наверное, все равно не стоит. Потому что, ну, разные весовые категории. Но здесь достаточно много компонентов. Ну, хотя бы как в Bootstrap или Foundation. Тут какие-то даже ленточки, аккордеоны. Где аккордеоны? Вот они. Ну, в общем, да. Здорово, прикольно. Если вы уже пользуетесь Бурбоном, Бебоном, то, я думаю... Можно использовать эту штуку, да? Хорошее добавление такой к инфраструктуре. Потому что, ну... Нет смысла только из-за рефил использоваться Бебоном. Потому что, если вы как бы сами миксины базовые не знаете, то, наверное, вам это все будет как мертвому припарка. Дико будет вам. Да, и напоследок хотели бы остановиться на нашей становящейся постоянной рубрикой. Мы, правда, не назвали ее еще никак. Разбор по косточкам будем ее называть. В которой мы в прошлый раз разбирали сайт Криса Куэра CSS Tricks. Смотрели инспектором разработчиков. Думали-думы. На этот раз дизайн мода будем описывать. Это такой... Это тоже один из наших любимых ресурсов про веб-разработку. Про дизайн. Ну, здесь вот разные статьи. Он тоже, кстати, на WordPress сделан. Ну, еще бы он был не сделан на WordPress. Но мы сейчас здесь подробнее зайду в код страницы, посмотрим, что, как они сделают. А ты покажи категории сначала, которые вообще на сайте представлены. Да, я что-то как-то... Я думаю, просто все достаточно в курсе. Мы с него ни одну, ни другую статью постили. И они прям сильно даже какой-то... Вызвали интерес. Вызвали прям всплеск посещаемости у сайта. Они, скорее всего, даже заинтересовались нашим пабликом. После этого, когда метрики смотрели свои. Вот WordPress, inspiration, resources. Ну, здесь, да, разное. Куча рекламы справа о своих же проектах. Ну, и не только. А, ну и не о своих. One dollar and image always. Stock photos. Вот это все даже как-то пошло немного выглядит. Ладно, перейдем к непосредственно разбору по составу. Я побольше сейчас код открою. Давай. Мясо видим. Ну, да, здесь какой-то джава-скрипт. Скрипт. Отлично. Не знаю для чего. Я сильно пытался понять. Подумал, что это для того, чтобы подгружать вот этот вот... Сейчас покажу. Хедер-баннер. Вот этот вот. Чтобы он подгружался, только если я еще сайт не посещал. Давайте вот с Firefox как-то попробуем это все. Я Firefox не очень пользуюсь, потому что... Пользуюсь Safari. Да, ставим открытым этот вопрос, почему я им не пользуюсь. Вот, вот, видите, здесь анимация красивая, там видос. В общем, я, кстати, даже зря открыл здесь инструмент. Я не представляю, какими пользоваться. Ну вот. Вот этот скрипт, наверное, проверяет, насколько у меня в куках просмотрен этот сайт. И если я все еще не был на нем, то показывает меня именно этот видос. Так. Меня что заинтересовало? Меня заинтересовало здесь, на этом сайте. Ну-ка. У них две навигации. Upper Menu Mobile, Upper Menu Container. И вот это показано только на десктопных браузерах. Если мы их сужаем, ну, сайт адаптивный, естественно. Но не так, как мы бы это хотели видеть. Вот, вы видите. Max Width 840 пикселей, Display Non-Impotent. То есть, то меню убирается, на... Выходит, да. Но я надеюсь, что оно на бэкэнде, оно как-то заполняется все-таки с помощью нативных WordPress-овских функций для работы с меню. Но, тем не менее, вот такое дублирование, это, по-моему, вообще беспонтово. И из-за того, что не использован Mobile First подход, Max Width в медиазапросе вместо Min Width, приходится импортанты вот эти ставить. И как-то это, ну, это, по-моему, фронтендовый кошмар такой. Не очень хорошо, но... Пишите в комментариях, может быть, вы делали по три меню, по четыре меню на сайте у себя разных. Может быть, вы даже нам скажете, зачем это нужно, и какие-то аргументы в пользу этого приведете. Может быть, вы сами разработчики дизайн-модов. Да, да. Спалитесь, если вы это так. Ну, здесь Header Rapper, логотип, это все, как обычно. Я вот хотел еще остановиться на Clearfix-ах. То есть, здесь у них отдельные диф-элементы сделаны для того, чтобы все флоты выровнять, чтобы ничего не обваливалось, чтобы все контейнеры не схлапывались до высоты в ноль пикселей. И вообще обычно это делается с помощью каких-нибудь, опять же, компасовских миксинов. Или просто микро-клерфикс есть такая штука. Для автора before-псевдоэлементов контейнера применить примерно то же самое. Clear both, display, ну, table обычно делают для того, чтобы в старых Е поддерживать. Но не в сильно старых, потому что, по-моему, в Е8 псевдоэлементы уже не поддерживаются. И я так подозреваю, вот эти дилы именно для старых Е нужны, чтобы не обвалилась вся разметка. У них здесь, да. Псевдобраузер. Е. Да, Е псевдобраузер. Ну, что касается WordPress, я тут хотел показать. У них используется WordPress CEO. SEO. Наверное. Да, CEO, это хорошо. Учат быть директором этот плагин. Но нет, WordPress SEO от Yoast, это голландские команды разработчиков. Отличный плагин. Может быть, на него тоже стоит сделать обзоры. Потом, я думаю, летом, может быть, к осени, я хотел сделать огромный пак роликов по WordPress, потому что, ну, там можно буквально каждую часть обозревать минут на 30. Поэтому, да, пишите, что думаете. Но вот этот плагин, я прямо сейчас уже упомяну, что он очень хороший. Несмотря на то, что уже есть, уже вышла версия 1.5, сколько-то там, они здесь что-то не обновляют. Ну, может быть, они уже подзабили на это все. Они уже только Startup Framework. Да, они уже только его продают за 250 баксов, и все. Здесь вот Open Graph разметка для Facebook и для других соцсетей автоматически добавлена. Кстати. Покажи логотип. В смысле, иконку. Да, мы здесь вскрыли небольшие секреты. У них везде вот этот вот синий цвет, их брендовый и белый. Вот это за корилечкой. Не представляю. Ну, это, наверное, буква Е. Ну, собственно, да, это и есть буква Е. Но на иконочка для того, чтобы на телефонах сохранять этот сайт, вот этот вот Apple Touch Icon. Ну, я думаю, вы все отлично уже знаете, что это и для чего. Она красная почему-то. Возможно, грядет редизайн, скорее всего. И буква Е обрезанная. Может быть, команда... iOS купили. Или команда разработчиков поделилась пополам. На ноль еще поделилась. Поэтому возможно, что-то, какие-то изменения грядут. Ну, здесь можно видеть, что плагин Subscribe to Unlock используется. Ну, это для того, чтобы ты не мог фриби скачать пока свое мыло и мне отдал в рабство. Шрифты с гугла подключены. Affiliates Pro, чтобы отслеживать, если по аффилиатным ссылкам кто-то перешел, как по-русски-то это сказать. Ну, в общем, если кто-то деньги пытается зарабатывать. Comment Rating, супер старый плагин, который пост разработчиков датирован 2009 годом. Не знаю, почему они его используют. Не используют какие-нибудь гиперкомменты или дискасс хотя бы, но они так видят. Google Publisher, я помню, делал уже обзор у нас на канале. Он лежит все еще. Или я его удалил. Не важно. В общем, это прикольный плагин для размещения Google рекламы. Но причем Google рекламы-то я у них... Спонсорс, это другое. Это у них специальная тема. Они практически... Да, удобный очень плагин. Просто размещаешь, где хочешь рекламу Google, и она там встает. Да. Хотя бы она. Ну, собственно, все, я думаю. Тут даже не на чем особо больше останавливаться. У них используется... Простой сайт. Ну, такой. WordPress-блог, да. WooCommerce у них используется для продаж. А продажи у них тут есть. Всякие. Тут вот, опять же, стартап-фреймворк, о котором мы уже сказали. 250 долларов. Flat UI Pro, который в него входит. Поэтому 39 здесь это все-таки вот. Включено. Отдадим должное. Причем они половину убрали. У них еще всякое другое было. Ну, это, наверное, какие-нибудь там, какие-нибудь что-нибудь самые топовые. Можно где-нибудь вгрызться. Я думаю, нам сейчас даже это и не нужно. В общем, спасибо всем за просмотр. Еще раз ставьте лайки, расшаривайте это все в соцсетях. Не забудьте зафоловить на Твиттере, канал на Ютьюбе. На ВКонтакте подписывайтесь. Да. У нас основная площадка пока что все-таки паблик на ВКонтакте. И Google+. На Google+. Это самая основная. На ней мы залипаем днями. Только мы причем. Поэтому, да. Ну, и на нас на Твиттере здесь тоже подписывайтесь. Будет все. Снизу должны быть картинки. Я не знаю, мы перед тем, как будем монтировать это видео, попробуем все-таки дорисовать, когда может что-то получится. Поэтому, да, всем пока. С вами были Александр Гончаров. И Никита Тарасов. Отличного дня. Пока.